хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя ваш антиста дмитрий иванович дмитрий иванович какой год рождения 23 марта 75 года откуда сами родом урал из урал челябинская область и челябинская область картолинский район поселок на этом ограничимся почему как бы чтобы дальше не пошло картолинский район и нормально картолинский район хорошо если хотите говорить вы семью у вас есть да у меня жена и четыре дочки две внучки четыре дочки до сколько лет старше 22 23 будет 14 будет 11 будет 5 уже было шестой годик ушел много-много все дочери да а как еще попали на украину поначалу смотрел много телевизор видимо закошмарила так буду говорить выражать свои много переживаний за народ донбасс вот много смертей со стороны детей если вы были в донецке вы на аллее ангелов были я не был когда уже то есть я был где-то несколько месяцев да но когда уже не подконтрольно было украине нет ну потому что это опасно то есть может быть ну а так туда ездит вы были на донецке когда не так давно ну я в плену месяц и один день уже но это где-то в декабре был ну посмотрели телевизор дальше что переживание много ну переживание и как бы такое то что показывают националисты там это все движение там азов торнадо все вот это и сколько там людей еще до на тот момент с 14 года у меня как бы дети были маленькие да и как потом дочка родилась маленько запустил эту ситуацию и так получилось что в один прекрасный момент видимо как-то я не знаю то ли я не знаю как это назвать зов сердца или что-то в этом роде как-то вот у меня у самого как бы родственники туда в донецкой области жили сейчас их нету они все уехали в россию вот ну не хотел как бы не то что не хотел там быть стороне там что-то там роде сам вот этот вопрос не могу понять как вот и что на него ответить зачем я здесь когда того то что говорится там на центральных телевидениях или зачем на что-то там чего в свои глаза не видел ну уже не буду утверждать будет добровольно подписали контракт правильно я понимаю нет пока не не добровольный а мобилизованный вы мобилизованный да вас мобилизировали когда 2 ноября это пришла повестка нет пришли сказали надо прийти военкомат пришел у нас как в село и вот такая ситуация вот 21 декабря я появился здесь до 27 числа я встал на позиции 5 января нашу позицию полностью разбили я один живых остался сколько человек погиб человек 8 а какая позиция у вас был как типа старожилая что ли так буду называть его пехота были до стрелок стрелок да какой населенный пункт взяли в плен берестово берестово да это бахманский район а какие цели ставились ну мы в основном окопы копали для поддержания тех или иных ситуаций к допустим там пойдет подкрепление или еще что-то там роде рыли окопы в ночное время днем как бы так на глазах были больше то в принципе функции никаких не выполняли смотрите у вас четыре дочери даже на что сказала когда мобилизировали вас узнаете я мало об этом говорил с ней то есть вы сами решили мы вместе живет вместе живем ну то что как бы то что ну я имею ввиду не то что там касаемо мужчины там были еще что-то там вроде я даже не давал и как бы вам правильно сказать ну я хотел чтобы она участвовала в этой ситуации так буду говорить поскольку она жила своей жизнью я как бы знаете я не знаю сколько там чё кому обещали вам же должны были говорить что за это будем платить ну многим там чё говорят но вам что же сказали я как бы не интересовался ну верите мне в нее или нет я не интересовался идеология она превалировала правильно ну видимо да идеология идеология она бывает двухякая если вы знаете что одна идеология когда бежишь как типа слепой не зная куда а другая идеология это когда ты вроде бы и отдаешь отчет своему пойму пониманию той или иной движение а уже отступить не можешь у вас какая первая или 2 у меня скорее всего две их в одной связано а вы чем занимались по работе я чинил компьютеры телефон ремонтировал чипашник были да не какой чипашник в деревне у нас в принципе как бы это слишком дорого чтобы допустим там в ремонт на воде носить эти все аппаратуры там вот а так занимался вот насколько в среднем зарабатывали вместе ну в день у меня выходила от 1000 допустим до 2000 рублей в среднем 30000 зарабатывали да это не всегда всегда ну то есть 20 25 это небольшие деньги ну да это небольшие деньги а жена чем занимается жена с детьми дома сидит у меня домохозяек то есть вы единственный кормили семей ну да выходит да посмотрите вот если я так понял что у вас большую часть в жизни занимал телевизор правильно я понимаю ну в большей части я не то что как бы там у меня занимал вот сами интересовались я допустим пришел домой ну с огорода там или откуда-то сел чай попить новости идут смотришь ну до переворота и после переворота я уже можно сказать я все каналы заблокировал новостные до переворота это что ну когда началось у вас эта ситуация тут на донбассе четырнадцатом году вот и когда вы послушайте дмитрий давайте в нет ну то есть точно говорить что вы называете переворотом потому что ну я с многими россиян говорю не вот у вас когда в киеве началась этот майдан а как называется вот я вот после него когда вот это вы наносные каналы заблокировали да да и в основном только как бы самое жут чтобы у меня только дети смотрели телевизор то что им интересно хорошо потом я поменял приемник у меня триколор а поменял и так получилось что там пока не знаю как это все делать но тем не менее может быть научусь если у меня удастся и будет такая удача что окажусь дома вот это в котором году в котором году вы поменяли девятнадцатом это из девятнадцатого года вот это все смотрели правильно активно ну не активно уж не совсем как это знаете там ну что там смотрели новости не знаю там соловьёва 60 минут соловьёва я не 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 шибко смотрю ну бывают такие детцам и дебаты да и в принципе на те времена такого-то еще и не было с хлёщик даже у соловьёва чтобы там вот чисто конкретно за украину там что-то говорилось у нас и и у вас тоже много чего говорят в принципе мы же новости тоже тут смотрим не смотрите это как бы по факту да это по факту потому что много говорят о россии потому что сейчас война ну это понятно вы это понимаете много говорят о наступлении новом и так далее ну я по части за всех россиян говорить не буду но я просто скажу что и многие россияне недовольны то что происходит сейчас где ну вообще вот то что у нас происходит у вас у нас так скажу у россии с Украину. Смотрите, я смотрел, что многие поддерживают то, что называют СВО. Большинство. Ну, многие поддерживают. Не вопрос. Я имею в виду, когда вот это все касается уже их семей. Тогда уже начинают задумываться, что вот, по сути. У вас какое образование? У меня? Среднее, специально. А специальность какая? Мастер по производственному обучению. Мастер по? Производственному обучению. Ну, токарь. Это что значит? Токарь. Токарь, да? То есть, по специальности вы мало работали, я так понял, да? Я и не работал. Не работали? Не было где, да? Я в армии служил. Я понимаю, 1985 года после армии еще был или как бы, ну, жизнь еще была? И дальше служил. В армии остался. На сверхсрочную. То есть, контракт подписали, да? Сколько там были? Ну, я в 2008-м уволился. Запасы и все. И вот с того времени сам на себя начал. Смотрите, вот вы... Я вам честно скажу, да, вот, я с многими говорю, тезисы все одни и те же, да? Там, Донецк, Луганск, нацисты и так далее, да? Вот вы как бы апеллируете к этим всем вещам, что вот вы смотрели телевизор. Хорошо. Если в Украине нацизм, у меня логический вопрос. Как должен выглядеть украинский... Вообще, опишите мне, что такое украинский нацизм? Вы же понимаете, ну, если вы это смотрите, то вы должны какие-то выводы делать. Когда сидишь на одной стороне, да, а на другой стороне показывать и вам мультфильм, да, к примеру, и в этом мультфильме, вот, допустим, ну, допустим, грубо сказать, про вот этих свинку Пепу, да? Вроде как бы ничего такого стремного нет в этом мультфильме. Да. Нормально. А с другой идеологией в том, что, ну, для меня это как, чтобы дети так же, как они сейчас жили, да, к примеру, там, там, в грязи купались, там, еще что-то там вроде, ну, я не понимаю, как бы, как вам правильно это преподнести вот по этому вопросу, но, когда я сижу на кресле, пью чай и по телевизору покажу, там, допустим, там, Сайдара батальона, да, к примеру, там, расстреляли, они же сами вот это даже вот по Ютубу смотришь, блин, бывает там видео выкидывают или еще в каких-то телеграм-каналах даже бывала такая ситуация, тоже это видел. Смотрите, у меня, у меня немного неостыковка, извините. Батальон, он Айдар, он, Айдар, да, да, был такой батальон и так далее, он воевал на востоке Украины, да, это 14-й год, вы сказали, что каналы были заблокированы и в 19-м снова начали. Ну, вот смотрите, айдаре после 19-го лет как установлено? Я говорю про телевизоры, а телефон-то у меня же на руках есть, и я в Ютубе могу еще посмотреть. Ну, хорошо, и что там показывали про Айдар? Ну, не то, что показывали про Айдар, а просто вот реально показывали то, что вот, ну, вот Айдар там, допустим, в каком-то там селе, там, что-то там вроде там, типа жители рассказывают, кто там, ну, кто у них в селе находился на тот момент, и вот, там, какие-то захоронения или что-то там вроде так показывают. И как бы вот все вот это смотришь, смотришь, и все равно голова закипает от этого. Вроде, кажется, возьми телефон, ну, или удали этот Ютуб, или еще что-то там вроде так вот. Ну, не можем. Хорошо, вы, вы не ответили на вопрос, просто обрисуйте мне украинского нациста. Каким он должен быть? Кто это? Сколько их процентовки в Украине? Вы просто мне рассказываете как бы процесс, да? А вот следствие, я хочу, ну, услышать следствие, вот образ нациста. Попишите мне его. Ну, образ нациста, Украинского. А, ну, украинского-то я не знаю, это как его обрисовать. Смотрите, вам же Телек объяснял это, он же должен был объяснить. Ну, допустим, когда вот еще последний раз новости смотрел, последний раз новости смотрел, когда встали пленных. Выводили. Да, и их когда раздевали, половина там были татуировки нацистской свастики орлов этих, гитлеровских там, или каких там, как правильно это назвать. Ну, я тоже смотрел, потому что это россияне показывали, у нас этих кадров не было. Например, если там какие-то, там, ну, во-первых, там, если это было, я этого не видел, то если это было, то могло быть у одного-двух людей. Многие из них, те, что были, это были руны. Знаете, что такое руны? Нет, не в курсе. Это не нацистские свастики, да? Во-вторых, да, если мы говорим, даже если так, да, правда, если так, нацисты в России есть? Ну, у нас они как бы тоже, ну, они назывались национальной русской идеей, там, или как они там, типа, ходили лысые, там, все такое, у нас она тоже, ну, да, а у нас они тоже присутствовали, ну, может, и присутствуют, кто его знает. Как бы я не уподоблялся этим людям, так сказать. Вот. Такая ситуация. А то, что, если вы хотите спросить, видел ли я тут нацистов, когда уже сам сюда приехал, скажу, нет, не видел. Меня когда брали в плен, я потерял сознание от контузии, и случился у меня эпилепсический приступ. Эпилепсик, да? Ну, было такое дело. А как вы взяли в армию воевать? Я просто не понимаю, как мобилизировали. вот так вот у нас все бывает. И мне вот как бы они помогли, чтобы вывели состояние, ну, ВСУ, так буду говорить, потому что я не знаю, как правильно их назвать. С солдатами там. Я даже не знаю их звания там. Звания разные. Вот. Да и, в принципе, я и не видел там звания у них. Желтые только ленты были. Ну, эти, скотч. Ну, нормальные люди были? Нормальные. Как бы, ну, не причинили мне вреда. Вот то, что там у себя пришел, сказал им спасибо, что не убили. Потом просто привели меня уже до БМП и увезли две или три передачи. Ну, прошел и уже оказался в Харькове в следственном удаляторе. Я это все понимаю. Смотрите, вот многие, да, вот зрители, они слышали те же самые тезисы и так далее. Вы верите вот сейчас, да, в двухкорейне, там, в защите Донецка, Луганска. Вы говорите, нацистов нету. Не видели пока что. Вы знаете, это как бы не то, что как бы вам ответить на этот вопрос правильно, чтобы без этих ситуаций, я имею в виду без пафоса, без этой. Тут сейчас как бы и правду-то не найдешь, что с вашей стороны, что с нашей стороны. в течение восьми лет, допустим, происходила ситуация тут, но это как бы не то, что телевизор, я вам еще повторю, то, что и бывает YouTube, бывает, заглядываю, и когда вот это все происходило, там, ну, обстрелы, там, Донецк, Луганск, я не знаю, как это еще правильно сказать, но это не может быть и не нацизм, может, геноцид, ну, народа русского, на тот момент происходило, не знаю, как это еще правильно сформулировать, вы мне сами сказали, я имею право все говорить. Да, да, конечно, конечно, да, я всегда это говорю, вы говорите то, ну, думаете, да, это без проблем, но точно у меня... То, то, допустим, у вас происходит на центральном телевидении, это одно, то, что у нас происходит на центральном телевидении, это совсем другое, несостыковки с двух сторон, оно бывает, может, кому-то это выгодно, может, кому-то это и нормально. смотрите, Дмитрий, да, вот, вы говорите о какой-то защите Донбасса, да, я вам просто объясню логически, да, вот, Россия, ну, где логика в этих всех действиях, да, просто мне объясните. Наступление началось на Черниговскую, Киевскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую область, правильно, вот, наполовину Украины, правильно, то есть они хотели двигаться и отсечь это все. Ну, я, как бы, самое, извините, что перебил, вот, так широко не думал, как вы сейчас об этом говорите. Но я вам просто объясняю, если это должна была быть защита Донецкой и Луганской, да, от геноцида, зачем тогда идти на столицу и на другие областя, Харьковской в том числе, да? Этот вопрос, ну, как бы, я вам уже говорил, что я со 2 ноября тут и за те действия я не могу вам ничего сказать. вторжение, большая война началась 24 февраля. Вы с 19-го года смотрите телек и вот эти YouTube-ролики и так далее, ВКонтакте.ру. То есть это все уже произошло. Киев-Непал, Чернигов-Непал, единственная область, которую удалось, областной центр, не область, областной центр, который удалось захватить россиянам, был Херсон. На направлении Харьковском их выбили, они с трудами просуваются до сих пор в Донецкой и Луганской областях и так далее. У меня тогда, ну, вопрос, зачем Россия была вот, где шло наступление пол-Украины и ракетами она била и по Львову и так далее, да, вот там кори, калибрами или кинжалами. Объясните мне тогда эту логику. Я даже не могу ответить на этот вопрос. Ну, вот вы мне говорите геноцид, да, Донецка и Луганск. Что украинцы хотели... Я ищу вот другой у меня вопрос. Вы статистику смертей видели? Правда? По российскому телеку это не покажут. По годам. 14, 15, 16, 17, 18. Да? Вот на 21 год там ситуация вообще идеальная была. Все стихало. И рано или поздно, рано или поздно, скорее всего, эта Украина могла бы как-то решить, если бы не Россия. Я вам логику объясню, был Янукович пророссийский президент. Правильно? Это никто. Как бы, да, россияне его любят. Украинцы его не захотели, потому что украинцы хотят в Европу. Янукович был пророссийским, не подписал ассоциации. Россияне это назвали переворотом. Да? За законом в России... Давайте в Украине сперва единственным источником власти кто есть? Кто? В России кто? Путин. Путин. Единственным источником власти в России есть Путин. А в Украине по-другому. Единственным источником власти в Украине есть народ. Народ. Это в Конституции прописано. У вас Путин. Не, но вы говорите единственный источник власти. Я вот про чем. Да, Путин. В Украине народ. И поэтому народ не захотел то, что делал Янукович вышел с протестами потому что мы демократическая страна. Понимаете? Янукович убежал. В Украине не могло быть без власти. Прошли выборы. Выбрали Порошенко. Порошенко туда-сюда по-разному крутилось это все. Аннексировали Крым еще до выборов. Забрали, да, полезли на Донецк и Луганск области. Я просто причина следственной связи. Пока что цепочка у меня идет ровно. Вы просто меня перебьете, если вы говорите нет, в любом мире здесь нет. Путин схавал Крым. Украина слаба. Забрал. Подумал, давайте Донецк и Луганск. Яны Катон нету, правда, пророссийского его как бы президента. Украинский народ закапишевал. Схавал Крым, схавает Донецк, Луганск, подойдет дальше. Мобилизировались. Армия была в развале и так далее. Батальоны появились, добровольческие. Вот почему они появились. Нужно было защищать страну. Все, они пошли воевать. Порошенко я не его симпатик, да, но было там и разный, и Медведчук, и Медведчук за него встал и так далее, политически, экономически и так далее. Это все факты. Но Путину при Порошенко не удалось как бы нарезать свою игру. Правильно? Порошенко ушел, как в России сперва. Все же салют, кричали Зеленскому, правда? Как бы вот сейчас война закончится. Зеленский тоже сначала хотел это все прекратить, но он увидел, что с Путином нереально договориться. Украина выбрала проевропейский курс, про западный и так далее. Путину что-то нужно было делать. И поэтому в 22-м году ввел войска, чтобы силой наклонить Украину. Потому что такая страна, как Украина, не может что-то хотеть. Она должна хотеть то, что хочет Путин. Так как хочет Лукашенко, правильно? Но этого хочет Путин. Белорусы, это же почти Россия. Логика, да? И этим всем качалось российский народ, нацисты, бандеровцы, Донецк, Луганск обстреливают и так далее. Потому что целью было одно. Это не СМИ. Это пропагандисты, чтобы вдолбить таким, как бы, в голову, что здесь что-то нужно решать. Логика у меня как бы есть в этом всем? То, что я говорю? Ну, я как бы такой неполитический глубокий человек в этой ситуации, про что вы сейчас говорите. логика какая-то есть в этом всем? Ну, я вас услышал, как бы, то, что вы думаете. У каждого человека же свое мнение и точка зрения. Смотрите, вы говорите, что вы глубоко неполитический человек, но при этом вы с 19-го года долбите этот ящик и пришли сюда через политику. Ну, это неполитическая как бы ситуация. Даже не знаю, как это правильно сказать. Но я не политик в этой ситуации. Даже все не политики. Вы голосовали вообще в жизни? Я никогда. Никогда. Но единственным источником власти есть Путин. Отлично. Голосовать. Ну, во-первых, у меня ситуация такая. Я голос... Но я никогда не ходил на голосование. Вообще никогда. Вот. источник. А кого еще поставить вместо Путин? Ну, к примеру. Смотрите. Вы просто... Вот. Я... И... Вы... Как правильно сказать? Я понимаю, что сейчас там много аудитория меня там посылать будет во всей ситуации куда подальше. Ну, пусть посылают. Вот. И... К примеру, ну, прошли выборы, поменяли Путин. Поставили какого-нибудь другого человека. А где гарантия то, что он там, ну, не переломает каких-то других палок или еще поставили? Поставили кого? Ну, я не знаю, кого. Вместо Путина? Ну, к примеру. В России? Ну, да. А смотрите, в Украине меняются президенты все время. Ну, ну, и как бы движение идет вперед, да? Вот у нас много чего типа произошло. Я просто за Владимира Путина ничего не могу сказать плохого, потому что как бы все равно он не то, что маломайский, он народу как бы все равно помогает как-то. Что значит помогает? Ну, как социально подну. Что значит помогает? А какая функция президента? Просто объясните мне тогда. Он народу помогает. Что это значит? Объясните, какая функция президента? Ну, функция президента следит за своей страной, за ее порядком, ее устоями. Он как бы милость делает вам, что ли, россиянам? Почему милость? То, что какие-то дотарты. Вот смотрите, прекрасный Путин это у вас зарплата на поселке, тот, который помогает вашему народу, у вас зарплата 150 долларов. Это мощно. Помогает вам Путин лично? Ну, это не мощно, но тем не менее, как бы... Что тем не менее? Вам нравится так жить? За 150 долларов? Имея четыре дочери? И прославляет Путина? А есть какие-то другие варианты? Меня спрашиваете? Это ваша страна, не моя. Это ваша страна. Ну, это понятно, что моя страна. Это ваша страна. Если у вас нет вариантов, то живите в этом все. Вы понимаете, то есть, имея работу на 150 баксов, вы едете решать в другую страну геополитику. Ну, это абсурд. Извините меня. И вы при зарплате в 150 баксов не рассказываете, какой Путин великий. Это абсурд. У вас и гривна больше, чем наш рубль. Дмитрий, мы к вам не лезем. Дмитрий, мы к вам не лезем. Мы стараемся решить сами свои проблемы в своей стране. мы не стараемся создать у вас Уральскую Республику. Мы не стараемся свергнуть Вичкерии Кадырова, чтобы почтить память Джихара Дудаева. Понимаете, о чем я говорю? Да. Украинцы сами стараются решать свои проблемы. А сюда едут геополитики зарплатой в 150 долларов. Но это абсурд. Такая вот ситуация. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. И вы любите Путина. Вы можете любить Путина, извините меня за выражение, жить в своем говне, но не диктовать другой стране, что делать? В чем ведичие этого всего, что вы мне рассказали? Нет, 150 долларов вы откуда взяли-то? 20 тысяч рублей это 150 баксов. Ну, у нас есть и кто больше получает зарплаты. Ну, хрен с ним, 30 тысяч рублей. Ну, 30 это как бы самое. Но, тем не менее. 200 баксов. Не уж такая ситуация. Ну, мы говорим сейчас с вами, я разговариваю с вами. Не о зарплате. Нет, это важная составляющая. Человек с зарплатой 200 баксов едет сюда, извините меня, потому что большинство россиян едут сюда из-за денег и философствуют о геополитике. И кому должны... Вот Скобеева не хочет Соловьевым поднять вот проблему, почему у вас 200 баксов? Вот вы не хотите услышать? Вот это, вот не интересует это российский народ? Почему пенсии небольшие и так далее? Пусть посравнивает, как живут в Европе, например, и почему Украина туда хочет, вот эта тематика для эфира, почему Украина хочет в Европу, почему какие-то социальные гарантии, пенсии и так далее? Не хотят там это показать по российскому телеку? Ну, может, сейчас покажут. Я не думаю, что там покажут. Они все 8 лет были заняты Украиной и нацистами и долбили это таким, как вы. А знаете, в чем еще большая проблема? А что будет, если Украине удастся построить мощное и хорошее государство? Это шок будет для россиян и для Путина. Ну, это как бы не то, чтобы шок. Для вас хорошо, вас получится. Для нас это хорошо, но для россиян это будет шоком. Как это какая-то Украина? Да? Давайте потянем ее назад в наши 100 баксов в месяц. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Украина как бы успешная страна не должна существовать для россиян. Украинцы должны жить в говне или под говном. Понимаете, о чем я говорю? Ну, как бы в говне или под говном это, конечно, очень грубо. Да, это грубо. Но это реальность. И мне кажется, как бы самые эти вопросы уже, наверное, уже неоптимальны для нынешней ситуации. Уже никто, уже никуда. Я имею ввиду от точки начала до возврата уже все. Да, очень уже далеко зашло. И потому что здесь слушают, грубо говоря, что нацисты, мы не можем разобраться до сих пор, мы увидели по-другому. И тогда это все звучит смешно. это очень смешно все звучит. Я не хочу показывать фотографии, то, что сделали россияне здесь, как рушили города, которые очень далеко от Донецка и Луганска, которые в том числе вы пришли защищать. Что они сделали с Мариуполем? Что они сделали с Херсоном, с Харьковом, с Киевом? Как они обстреливают до сих пор мирное население? Для чего это все? Чтобы защитить Донецк и Луганск? Я так широко не понимаю, почему так это происходит. Не буду врать. Но вы все равно отвечаете мне как бы тезисом пропаганды. Все равно Донецк и Луганск защищать Аллея, Зов и так далее. Вы же понимаете, это все долбанный пафос, который под собой ничего не имеет и который вам просто вдолбили в голову. Они преступники. Не только Путин преступник, но и Скобеева, и Соловеева и так далее. А вы биомасса, если так взять, если повелись на это все. Ну выходит так. Так мне больше нечего сказать по этому поводу. И мне очень жаль, что вообще такая ситуация произошла. Я понимаю, что мои слова, ну что для вас, что для аудитории, которая смотрит, ничего не значит. Оправдание может быть с моей стороны, вернее, с вашей стороны насчет, допустим, там таких, как я, может быть, и нету. у меня реально жаль, что так произошло. Жаль за что? Ну то, что вроде дружили-дружили, и потом так все раз и рухнуло. Мне очень жаль, действительно. очень. У вас еще будут ко мне какие-то вопросы? Есть что сказать украинцам? Я думаю, они поняли то, что я уже это сказал. Россианам? Ну чтоб думали больше, прежде чем что-то либо делать. Больше мне не чуской. Спасибо.